Включается. Всем шалом! Мы сегодня с Божьей помощью продолжим. Кто не выключил свой микрофон, я сейчас его выключу. Мы с Божьей помощью сегодня продолжим. Я собирался продолжить тему чтения, то есть запрещенного разрушенного чтения в Шаббат. Мы начали эту тему на прошлом уроке. Я хотел добавить к ней еще вопрос игр в Шаббат. Дело в том, что я посмотрел, что закончить тему чтения разрешенного запрещенного в Шаббат немного получается многовато. По этой причине я решил, что тему игр в Шаббат мы уже перенесем на следующий урок. Мы сделаем небольшую тему вопроса игр в Шаббат. Какие игры можно, какие игры запрещено, как и что. И у нас мы начнем после этого тему плату за работу в Шаббат. Люди, которые делают такие действия в Шаббат, в Шаббат, но это все на следующем уроке. Сегодня мы разберем, продолжим тему и разберем, разбирать и закончим ее с Божьей помощью. Это тему, что в Шаббат можно читать и что читать нельзя. Мы на прошлом уроке привели базис, то есть что есть спор между Раши и Рамбомом. В чем проблема чтения разных вещей в Шаббат? Когда Раша говорит, что проблема в тем, что есть опасность, что это связано с Менцохом ЦК, то есть человек будет заниматься своими делами, то есть в принципе связано про Раку и Шаяу, то есть проблема с обликом Шаббата, проблема с будничными действиями в Шаббат. И опасность в том, что он будет читать документы, которые, документация будничная, которая связана с платами, с мошкантами, всякими займами, арендами, всевозможные вещи, то есть платежами, коммунальными. И поэтому в принципе запретили все вещи, которые не несут человеку никакой пользы, никакого удовольствия, если они не связаны с Шаббатом. С другой стороны, мы сказали, что мы говорили, что Рамбам строит запрет абсолютно на другом, запрет мудрецов, обыкновенный запрет мудрецов, что есть опасность, что человек, который будет заниматься документацией или читать всякие вещи, которые будничные, то он будет вытирать или будет, я прошу прощения, я хочу попросить, чтобы мне было тихо, они бы вакет, вакаша шекет. Прошу прощения, все-таки в конце концов в доме внутри, по этой причине, здесь люди кроме меня живут еще, поэтому приходится просить тишину. Вернемся к нам. Итак, Рамбам говорит, что запрет в том, что человек может писать или стирать, то есть занимаясь этими делами, то есть просто не подумает и как бы по инерции сделает действие писать или стирать в этом запрет. И поэтому с точки зрения Рамбам единственное разрешение, которое существует, как мы говорили на прошлом уроке, это читать только религиозно, то есть в принципе учить Тору, учить святые тексты и так далее, но ничего куличного читать нельзя, как получается по мнению Рамбова. У Раши, в принципе, если человек получает удовольствие, то спектр разрешенного чтения становится намного больше, если человек получает от этого удовольствие. И мы увидим, что Шурхана Рука есть двоякий подход к этому, в одной стороне он идет по мнению Раши, с другой стороны он запрещает читать всякую научную литературу в шаббат, например, хотя шкиназы это разрушают и не запрещают. Потом мы говорили о рекламе, можно ли рекламу печатать или читать и мы говорили о рекламе для заповедей, с одной стороны вещь, которую рекламируют, вещи, связанные с заповедем, я там абсолютно на прошлом уроке. Сейчас следующая тема, которой мы займемся, это вопрос, скажем так, что мы, да, берем документы, документацию, что называется шитрэгидиотод, то есть документацию, там, не знаю, платежная документация, какая-то другая документация, которая не является, скажем так, явно не торой, и она, да, связана с будничным, но человек не читает это, а то, что называется мегаргер, просматривает глазами. То есть вопрос, можно ли просматривать глазами, потому что читать, в принципе, обозначает читать слух или проговаривать слова. То есть, когда мы читаем, это обозначает, что мы должны проговаривать слова. Когда мы смотрим глазами, это не называется читать, называется легаргер, Это называется, в принципе, то, что на русском, это называется мысленно читать, то есть читать про себя внутри, мы мысли. Так вот, в этом вопросе, можно ли в шаббат, мы говорили, что хафаце хасурим, то есть дебер давар, мы сказали, что ледабер, то есть говорить запрещено будничные вещи, но нет запрета думать будничные вещи. Есть такая еще песня в шаббатах, мы знаем. Так вот, а как это сочтение? Дело в том, что в этом есть спор. По мнению Орзаруа и Мордых и Равья, они считают, что можно смотреть, то есть Ля Айен, Шалома Итан, можно Ля Айен, в принципе, смотреть и читать про себя, то есть мысленно читать даже документы, которые будничные. То есть которые не шаббатные, можно их просматривать глазами, но есть проблема. Всевозможные документы, владежные документы из банков и так далее, они мукцы, их нельзя в руки брать. Так как я их буду читать, то есть в руках их держать нельзя, но можно их, по мнению Равья, Ворзаруа, да, прочитывать глазами, то есть просматривать глазами. Ответ простой, или не евреи держат в руках, или это лежит на столе, и я просто смотрю на стол. То есть, да, таким образом, но в руки это брать нельзя. Это мнение Орзаруа, Мордых и так далее. С другой стороны, Рабейну Ашер от имени Рабейну Йона, и Ражба от арабишного Бенадера, и Чебули Олег от имени Рабейну Бени говорят, что ничего подобного. Документацию, которая будничная, нельзя даже читать про себя, даже в мыслях, глазами проходить по ней. Невозможно ни счета, никакие банковские распечатки, никакие вещи, то есть все эти шатрои, какие-то договора и так далее. Даже нельзя смотреть, почему. По их мнению запрещено. По мнению Рашек мы объясняли запрет, потому что, что из-за того, что человек в голове прочитывает всевозможную будничную документацию, то у него в голове эта мысль начинает работать. И таким образом, что мысли начинают работать, невозможно остановить человека, чтобы он не начал по этой теме говорить. Он начнет по этой теме говорить, и тогда он будет заниматься будничным разговором в Шабашу запрещено. То есть, в этом проблема. Потому что так устроен человек. Человек, когда читает что-то даже про себя, он об этом думает. Это вызывает разговор, это как бы психология. А если мы берем мнение Рамбова, почему нельзя читать даже про себя, потому что в чем проблема? Человек начинает обдумывать дела в голове. Вроде бы дела не запрещено обдумывать в голове, но к чему он может прийти? Он может автоматом взять ручку или карандаш или что-то и начать записать себе что-то. И нарушит Шабах, запрет Торы, поэтому есть в этом проблема. Дело в том, что, и к этому еще можно добавить, все, что разрешили, сказали, что дебур, то есть, говорить о делах, в Шабах запрещено, то есть, говорить, но мыслить можно, то есть, думать о них. То есть, не желательно, но можно. Имели в виду, что человек, когда думает в мысли, а не когда человек читает, то есть, читает про себя. Про себя читать никто не разрешал, потому что читание про себя, это тоже вид чтения. По этой причине, то есть, это похоже на обыкновенное чтение, там, разница небольшая. Так написал Явец. Поэтому на Галаху Шухонарук постановил, что нельзя даже читать про себя всевозможную будничную документацию в Шабах. Как написал Шухонарук. С другой стороны, он принял и к сведению мнения Равья и Орзаруа, что можно читать про себя. Но это по поводу писем. Мы еще дойдем в самом конце урока, мы поговорим, можно ли читать в Шабах письма. То есть, письма, которые присылают родные, пишут, там, как дела, там, не знаю, вот мы то-то сделали, это сделали. Сегодня, правда, писем не существует, их уже никто не шлет. Сегодня все письма это e-mail, и WhatsApp, и так далее. Но вдруг кто-то получает письма, потому что сегодня все письма, которые есть, это документация. То есть, да, единственное, что в письмах уже осталась какая-то романтика еще, то есть, когда там кто-то с кем-то встречается, из-за романтики, может, посылает письма, то есть, да, или кто, я просто не знаю, даже это уже сегодня посылают по WhatsApp, по сердечке и так далее. Отрасль писания писем, по-моему, уже отмирает, мне кажется. В любом случае мы этим займемся, разберем. Окей. Итак, мы разобрались с документацией будничной, мысленно, то есть, читать про себя. Теперь поговорим о уличных надписях, а точнее мы поговорим о названиях улиц. Можно ли их читать? Можно ли читать названия улиц, всевозможные вывески уличные и так далее? Тут нужно сначала сделать, скажем так, введение в это дело, чтобы понять. Шурхан Арух пишет от мнения Рифа и Роша. Он говорит так, что любая надпись, в которой есть два изменения, в отличие от будничных документаций, то есть Штаре и Диотот, с точки зрения, как это написано и на чем это написано, то есть, если это написано и как и на чем, то это можно читать в Шаббат, ибо из-за этих двух изменений мудрецы не сказали, что из-за этого может быть он начнет читать будничную документацию в Шаббат. Таким образом, пишет Шурхан Арух следующее. То есть, если человек на стене выбил, то есть, да, выбил как бы вмятины, то есть, надпись, то это можно в Шаббат читать. Но на дощечке или на пинкасе, то есть, по записному книжку, во времена Шурхана Арух мы запоминаем, что бумага только на печатание, перепечатанное станкою, станки только начались, то есть, да, бумагу делали по-другому. То есть, если выбивает на дощечке или выбивает на каком-то, то есть, пергаменте, выбивает, вминает буквы, то это запрещено. Почему? Потому что это одно изменение, а не два. На стене у тебя есть два изменения. С одной стороны у тебя стена, на стене никто не пишет обычно. Второе изменение, когда ты вбиваешь на стене надпись. Поэтому два изменения, и можно читать эту надпись на стене по причине того, что она, скажем так, явно ты из-за этого не пойдешь читать документацию. Это слишком сильное изменение. Но когда ты берешь что-то бумажное или какую-то дощечку, как писали раньше документы, и на них выбито, так документы делать. Поэтому это одно изменение, и этого нельзя. Из этого написал Орд Лицион, что нельзя читать надписи улиц в Шаббат. То есть нельзя выписать, то есть смотри на таблички надписи улиц и читать их. Почему? Потому что надпись на них, то есть это, конечно, место ненормальное для написания. То есть на столбах не пишут, пишут на бумаге. Но из-за того, что это не выбито внутри, то есть не выбито, то это запрещено одно изменение. Так он написал. Но большинство алхизских афт-ротерапев с ним не согласны. Они объясняются по-другому. Эти, скажем так, дощечки или с надписями улиц, они очень сильно отличаются от того, как люди пишут вообще. По причине того, что, во-первых, они или напечатаны, или вообще иногда приклеены, то есть бумага это наклеивают. Таким образом, у них закон как будто они выбиты, то есть так не пишут, то есть как они написаны. Таким образом, есть одно изменение, что это пишут в месте, где мы не пишем документацию. Второе изменение написано путем, которым мы не пишем документацию. По этой причине пишут, что пишут в Межат Шаббат, Килхата и так далее. Поэтому нет запрета. Более того, есть те, которые сказали, что весь запрет читать, то есть написанное в Шаббат, то есть ненужное написанное в Шаббат из-за того, что есть опасение, что ты будешь документацию читать, будешь, ну, это только тогда, когда это какой-то рассказ идет. То есть, да, какое-то описание чего-то, когда это просто надпись улицы, то есть как бы надпись, где я, это вообще никто никогда не запрещал, это не похоже на документацию. Так написал Мегасава Мегла Цефер и так далее, Архот Шаббат и все другие. Более того, мы к этому еще можем добавить, когда мне нужно узнать, куда мне идти, то мне нужно прочитать, где эта улица, где этот дом. По этой причине это польза для Шаббата. То есть я пошел к кому-то в гости, не сейчас, не когда корона, а когда можно было или когда мы вернемся и можно будет, то я хочу, я знаю адрес, как туда пройти, нужно прочитать название улиц, то есть по-другому не буду пройти. Поэтому к тому, что мы еще объяснили, добавляем еще, что есть польза от того, что мне интересно, куда дойти, польза найти место, и поэтому это разрешено. Если многие считают, что это не только пара, что это же будет разрешено, это будет даже по мнению Рамбама, который считает, что это запрет мудрецов, а не постановление пророков облик Шаббата. Таким образом, что выходит, если нам надо читать название улиц для того, чтобы дойти куда-то, или мы получаем дикое удовольствие читать название улиц, я не знаю, может у кого-то есть такое хобби, ходить и название улиц читать, то в этом случае, да, есть люди такие, откуда мы знаем, то в этом случае человеку можно это читать, нет ни в этом какого-то проблемы, потому что это как минимум как с рассказами, о том, что мы говорили, читать всевозможные рассказы о художественной литературе, мы сейчас о ней поговорим, о художественной литературе. Если человек получает от этого удовольствие, то в этом нет запрета, то есть, да, как бы нет запрета, если получает удовольствие в Шаббат, оно превращается как бы нужное для Шаббата. То есть это с надписями уличными улиц, сейчас поговорим о чтении разных вещей, от которых человек получает удовольствие, скажем так, чтение всего, что угодно от, скажем так, книжек, которые мы читаем, художественная литература, можно в Шаббат читать любую художественную литературу, и вплоть до, не знаю, освежителя воздуха, когда человек находится в туалете, может он прочитать, когда ему скучно. Шурхана Рух, базируясь на гумору в Тракате Шаббат, говорит следующее. Говорит, стена или занавеска, на котором есть всевозможные рисунки животных разных, то есть странных, или портреты людей, или действий, как, например, воины Давида и Голиафа. И подписано, то есть, да, что этот рисунок такой, то есть есть подписи под этими вещами, под этими рисунками, эти подписи нельзя читать в Шаббат. Так пишет Шурхан Рух, вот, почему? Но мы уже сказали, то есть мы сказали, что многие галактические авторитеты считают, что если получают удовольствие от этого прочтения, то есть от этих надписей и так далее, это разрешено. Но, допустим, Шурхан Рухараб, он же Адмур Азакен, и Мамарай Мордыхей, Хемед Муше, написали так, что нельзя читать тип надписей. Почему нельзя читать эти надписи? Потому что из-за этого есть опасность, что человек может читать будущую документацию. От этого перейдет к следующему, то есть не будет разницы. И он говорит, и нету разрешения это читать даже ради удовольствия. Ох, почему? Потому что они сказали, что все, что ради удовольствия, то, что человек получает от этого удовольствия, это только бы Моасе, Моасо Драхеха, то, что Всевышний предупредил не делать свои вещи и разговаривать о будничных вещах. Если это тебе было удовольствия, там, из-за того, что весь запрет стоит на том, что это похоже на будничное действие, делается ради будней, то если это делится ради шаббата, что ты получаешь удовольствие, то в этом нет запрета. С другой стороны, почему потому что это становится онык-шаббат? Онык-шаббат, естественно, можно в шаббат. Но Мемцахов Цеха, то есть заниматься своими делами, Мемцахов Цеха, то есть находить свои дела, никто не разрешал ради онык-шаббат, то есть получаешь удовольствие. И так написал Равкар-Эли, кстати, то есть принц, получается, эти надписи читать нельзя. С другой стороны, Маген Аврам и Прима Гадим говорит, что это не так. Любая надпись, которую, говорит Маген Аврам, мудрецы запретили из-за того, что есть опасения, что люди будут, то есть читая это, могут перейти читать шитрые бьютот, то есть будничные документы. То есть, в любом случае, в этих случаях мудрецы, когда человек получает удовольствие, это не запрещали, это во всех вещах, они не делятся по стиху Ва Виша Айаву. И так написал Берки-Юсеф, Шарейт-Шува, Незр-Сраэли, Мааш-Дамы, Ишмира-Шават-Кюхата и так далее. Таким образом, из этого выходит, что, по мнению Магена Аврама и Прима Гадима, которые поддержали многие авторитеты, что любая чтива, которая есть у человека, если человек получает от этого удовольствие, когда он это читает в Шаббат, и это непостоянное, сейчас объясню, откуда взялся по слову непостоянное и почему. То есть, это как бы такое, да, нет, то есть, не нет в этом постоянства, то имеется в виду, ради того, чтобы это не ударило по обязанности учить в Шаббат Тору. В Шаббат есть обязанность учить Тору. Если человек будет заниматься, что он целый день будет читать Булгакова, не знаю, Чехова, кому что нравится, романы какие-то, то его время выделено на изучение Тора просто сойдет на нет. И эта проблема уничтожает задачу Шаббата. Шаббат пришел для того, чтобы человек изучал Тору. Таким образом, это уже другая проблема. Таким образом, если человек получает удовольствие от чтения художественной литературы, и это не на постоянной основе, а это, то есть, не бьет по изучению Торы, то это разрешено. То есть, и так принято на голоску. Таким образом, получается, что? Из-за того, что это закон мудрецов. Поэтому человек, не, есть те, которые хотят устражать, заниматься только, то есть, не читать ничего будничного, и идти, по мнению, запрещаясь, шикарно, все хорошо. Но! Человек, который хочет облегчить ему, то есть, он хочет читать литературу художественную, ему это дает он их Шаббат, то он может на это положиться. Главное, чтобы он не уделял этому слишком сильно много времени, для того, чтобы оставлял время для изучения Торы. Это очень важно. Кстати, в этом можно привести то, что Явец пишет. Явец пишет очень интересную вещь. Он пишет в конце Шейлат Явеца, с того респонса, в конце, то есть, когда он занимается этим вопросом, он пишет так, что то, что Шурхан Рух запретил читать книги о войнах. Шурхан Рух написал запрет, что читать Сипраем Ильхамов. То есть, книги о войнах. Это исторические книги о войнах. Хотя, по идее, понятно, что человек читает эти книги для того, чтобы получать от этого удовольствие. Ради этого он их читает. Мы учим, то есть, да, он говорит, почему? Потому что чтение книг о войнах, то есть, исторические книги, это какое-то постоянное занятие. По этой причине это превращается в постоянку. И это запрещено. Если бы это было непостоянное занятие, то в этом не было запрещено. Зато мы видим, что есть разница между постоянным, то есть, построенное, выделенное четкое время для чтения художественной литературы в Шаббат. Это проблема. В отличие от того, что когда человек медляет, то есть, когда вдруг я вот захотел прочитать книжечку, то есть, что-нибудь интересное, то есть, я могу взять и прочитать. Главное, чтобы я сохранялся время для того. Итак, давайте подведем итог на Галаху, что у нас происходит. Просто рассказы, всевозможные буничные вещи, рассказы и так далее, в которых, в принципе, нет никакой ценности, ни денежной, никакой, то есть, да, их читать шавать нельзя. Но человек, который получает от этого удовольствие, может их читать, если это не постоянная основа. Но, тут очень важно, если в этих рассказах, например, они очень интересные, но они несут человеку горе, печаль. То есть, он читает какие-то вещи, которые ему, не знаю, допустим, берет книгу, историческую книгу, почитать, есть такая книга, страшная книга, Освенцимберкинау, то есть, да, есть такая книга, которая описывает исторически со взгляда двух человек. Я когда-то читал два заключенных, кстати, не еврея, которые были в Освенцимберкинау, из-за того, что они были электриками, они ходили по всему лагерю везде. Они описали все, что там было. Такую книгу читать в шаббат нельзя, почему нельзя, потому что, если ты получаешь удовольствие, потому что она вызывает, не знаю, как удовольствие можно это получать, но она вызывает страдания, то есть, страдания, боли и так далее, печаль, это нельзя, то есть, читать. Интересно, что, допустим, выходит, допустим, Рав Миламет пишет, очень интересно, Рав Миламет пишет, что если грустные истории, которые мы читаем, связаны с раввинами и так далее, или жизни праведников, то это можно разрешить. Почему? Потому что в этом есть ценность изучения Тора. Так, если в этом ценность изучения Тора, а это не простое чтиво, чтение, то есть, что-то, что читается, то тогда, даже если это грустное и вызывает грусть, то в этом тоже, в принципе, это можно читать. Но, он то советует, то вообще совет, все-таки, несмотря на то, что изучение Торы, стоит заниматься чем-то другим, стоит изучать что-то радующее душу, чтобы душа, в конце концов, отдыхала и была спокойна в Шаббат, очень важно. Теперь, скажем так, если картинки есть, и под ними какие-нибудь подписи, то есть, да, мы сейчас только что из Шухана Руха учили, то есть, да, что он говорит, что эти подписи читать нельзя, по идее, допустим, картинки с раввинами, то есть, да, вы читаете книжку, там картинка, раввинку интересует, да, там, ну, подпись, то есть, кто это, сказал, он жил, что такое. Иногда есть книги с картинками, знаете, исторические книги, и в них есть подписи всевозможных событий, которые на фотографии, то есть, фотографии, события, то есть, подписи. Так вот, из того, что мы только что выучили Шухана Рухи, по Азирусу, на Гмаре, по Градию, Шаббат, получается, что любая надпись под фотографией, то есть, написала Рулисьон, запрещено это читать, запрещено это читать про себя. Там фотографии раввинов, исторические фотографии и так далее, когда надпись объясняет, что это такое. С другой стороны, Мигелат Сефер, базируясь на Раши, говорит, что это не так. Говорит, запрет читать подпись под картинкой, это если это много написано, то есть, да, рассказ, потому что тогда это, да, похоже на буничную документацию, документации много написано. Но если там написано только имя или где это, то в этом никакого запрета нет. Хотя нужно картинку посмотреть. То есть, в этом запрета нет, и так, кстати, Ашмира Шаббат написал, и галактическое, то есть, большинство логических авторитетов говорят, снова, получаешь удовольствие от этого, то и более большую надпись читать можно, тем более, если получаешь удовольствие от этой информации, что это за человек, на фотографии и так далее, если это за раввин или еще историческое событие, то можно это разрешить. Тоф, сейчас я буду бить по-больному многим людям. Можно ли читать в Шаббат газеты? То есть, есть ли проблема с газетами в Шаббат? У некоторых людей это сейчас я буду бить по-живому, а тем более многих израильтян. Шут, то есть, респонсор Шейлат Явец пишет, что, говорит, в принципе, вроде по букве закона можно читать газету в Шаббат. Кто получает там удовольствие? Но, 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 на практику, это по букве закона, практически он запретил. Почему он запретил? Потому что в любой газете есть объявления, связанные с будничными делами, купли, продажи, сдачи, аренды, ну и так далее. Да, вакансии, работы, предложения и все остальное, все, как-то так или иначе, связано с будничной деятельностью. Из-за этого это запрещено читать по всем мнениям. Таким образом, он говорит, что любая газета, это существует в ней внутри. Таким образом, нельзя ее читать. То есть, по букве закона можно, но на практике нельзя. И так написал Шарет Шува, Берке-Юсеф, Шухан-Цей-Шитим, Кавкалат Шава, так далее, так далее. Так он сказал, что Бурат. И написал, допустим, Менуха Тагава, написал, что тоже как явец, что нужно запретить. И он написал, тем более в наших газетах. Он говорит, тогда в их газетах все вот эти вот вещи, связанные с будничными делами, были в конце газеты. То есть, газета, 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 в конце газеты. У нас, в наших газетах, всевозможная реклама, всевозможные продажи, всевозможные будешние дни, запиха, они находятся между статьями, постоянно. То есть, они пойдут в напряжение всей газеты. То есть, нет такого, что у тебя есть часть газеты без ничего, часть газеты связана с этим, чтобы можно разделить. С другой стороны, Рав Нойверт, Шмирача Баткилхата, говорит, что по букве закона, снова, можно читать новости. В газете, но нельзя читать куплю-продаж. И он говорит, богобоязненный, лучше устарожит и не будет читать газеты в шаббатах. Но Рав Ильяшим написал, например, Рав Ильяшим постановил, что можно облегчить, коротко прочитать новости, которые интересуют человека. Только новости, которые интересуют человека. И если он получает от этого удовольствие от читания этих новостей, то быша датха, когда очень надо, то можно развернутые новости прочитать. И какие-то публистические статьи, объясняющие эти новости. Окей? То есть в более развернутом виде. Дело в том, что тут нужна очень интересная вещь. По-настоящему нужно разделить между газетами, которые сегодня, и газетами, о которых говорят пустим. Дело в том, что в газетах, которые говорят пустим, у них галактические авторитеты, даже на уровне Рава Нойверта и Рав Ильяшима, они говорили о десятке лет тому назад. Тогда, в принципе, вся информация, если хотел узнать о сделках, если хотел узнать о купить-продать, где что-то достать, какой-то товар, так или иначе, не было, где получить информацию, кроме как газеть. То есть ты покупал газету не только для того, чтобы узнать последние известия или как тот или иной объясняет политические события последние, но и для того, чтобы быть в курсе дел, где можно купить газовую плитку, что происходит с биржей, что происходит с такими-то акциями и так далее. Этого нигде в другом месте не было, а сегодня есть в Facebook, интернет, Google, чего-то нет. Раньше этого не было всего, и таким образом газета была действительно, то есть вся информация, которая сосредотачивалась в газете, будничная, с купля-продажей, с советами экономически-рыночными, кулинарными и так далее, тоже запрещено кулинарные читать, там, что увидим, все это сосредотачивалось внутри газеты на практику, и люди ходили читать это для того, чтобы вывести из этого практические вещи для будничных действий. Сегодня даже те, кто дает рекламу в газетах, даже не рассчитывает на то, что человек будет искать, что купить в газете. Он не рассчитывает на это никто, то есть, да, вся реклама направлена, разрабатывается сегодня рекламодателями, то есть, да, и пиарщиками и так далее, чтобы зацепить глаз, чтобы войти человеку в сознание, не заставить его купить, а чтобы это было в его сознании, когда он захочет что-то купить, потом у него это вылезет из подсознания, на этом это построено. Поэтому все газеты пытаются так или иначе, то есть, да, делать рекламу свою, так это работают маркетологи, чтобы она западала в подсознание и все, и была с человеком. То есть, да, таким образом получается, что человек, когда читает газету, даже видит какие-то объявления, связанные с куплей, продажей, будничными делами, теми или другими, он по-настоящему не собирается ничего покупать. Его эта информация не интересует для того, чтобы она покупать. Эта информация ему дается изначально, даже, как мы сказали, рекламодателям, то есть, для того, чтобы запасть ему в подсознание. Таким образом, они, эти рекламы, не похожи на те, что рот, шитрои идиотот, она не похожа, эта реклама, на вот эти вот будничные документации. И таким образом, если человек получает довольствие смотреть, на, не знаю, на рекламу коттеджа, домика, ему картинка понравилась, то есть, да, то, по идее, нету в этом запрета, потому что даже если он это видит, он не собирается ничего сейчас покупать. То есть, он не лезет в эту газету для того, чтобы узнать, что сделать. То есть, он просто смотрит на картинку, ну, картинка, картинка, то есть, она, правда, в голову входит, но в этом случае нету проблем с глобальным. Вроде бы. С другой стороны, Орхот Шаба запретил в любом случае, Орхот Шаба, это пусек на сегодняшний, то есть, он живой, еще автор этой книги, он говорит, что есть запрет читать газет именно из этих объявлений, и это, в конце концов, запрет из-за шитрои идиот, то есть, в принципе, документация будничная. На чем это строит? На стройке, на что очень интересно, он строит это на том запрете, который написал Шурхан Арух, почему нельзя читать, то есть, про Халмуди приведено, читать надписью под фотографией, то, что мы уже говорили. И там, что мы сказали, то есть, да, что человек, который получает удовольствие, читать можно, правильно? Это выходит по алхитическим авторитетам. Из этого выходит, что каждый, то есть, пока человек тоже, то есть, пока человек читает и не собирается в будущем покупать эту, то есть, этот товар, и он получает удовольствие от чтения, то, по идее, нет запрета. Например, есть реклама продажи квартир или домов, или какой-нибудь там отпуск в каком-то месте, в гостинице. Если человек не собирается жить в том месте, где продаются квартиры или дома, или он не собирается в том месте, где рекламируют отпуск или гостиницу вообще там никогда быть, то таким образом это вообще его никак не касается. И поэтому, по идее, практической пользы этого не несет никакой, и поэтому, если он получает удовольствие просто на квартирку посмотреть, знаете, у него хобби такое, смотри, как квартиры, планы, квартиры выглядят и так далее, или выглядят как гостиница, то есть, просто смотреть на картинки, то, в принципе, если он получает удовольствие, то можно это разрешить. И так выходит, написал Минхат Иш, тоже так разрешил. Изначально, изначально мы сказали, и газеты не читаем. Почему мы изначально газеты не читаем? Снова, читая газеты в шаббат, мы делаем битуль-тура, то есть, мы аннулируем время на изучение Торы. Это плохо. Плюс есть еще проблема, что можно прочитать запрещенные вещи, которые в шаббат запрещено. Я сейчас перейду, приведу, кстати, градацию, что запрещено и как. Но если мы находимся, допустим, в туалете, и делать там нечего, Тору там читать, учить нельзя, о ней даже думать нельзя, то там можно читать газеты, надписи на свежителе воздуха и так далее. Главное не читать запрещенные вещи. То есть, в принципе, это место, которое можно тут делать. Теперь, давайте, какие именно вещи в газете могут быть запрещены, какие менее, какая есть, скажем так, градация всех этих вещей. Есть вещи, которые в газетах, которые запрещены по закону, их разрешить невозможно. Ассурмитсад один, запрет полностью. О чем идет речь? Всевозможные рекламы, продажи, которые человек ищет, экономические разделы, причем практической экономики. То есть, да, что человек зато может выучить, что он может делать экономически, там, на бурю, на бирже играть, или там, сделать экономическое то или иное действие. Не знаю, сейчас, во время короны, читает документацию, как ему, если у него есть магазин, как ему получить дотацию от государства с объяснениями. То есть, это запрещено читать шаббат по причине, потому что это и есть шатрей дьютот, прямым текстом. То есть, это и есть будучиная документация напрямую. Или, допустим, читать, как готовить, то есть, да, то есть, описание рецепта, со всеми описаниями, как готовить этот рецепт, то есть, сколько поставить на огонь, что и как, это тоже будет запрещено. По причине того, что это описание того, что запрещено делать шаббат. Или, например, описание, как работать с компьютером, ставить ту или иную программу, как улучшить свой компьютер и так далее. Это практически советы запрещенных действий шаббата. Или, например, как отремонтировать дом, квартиру, как плитку положить и так далее. Все эти вещи запрещено в шаббат читать по закону и нет никакого разрешения. Это, то есть, один уровень, самый запрещенный. Есть части, которые в газетах, журналах появляются, они запрещены из-за постановления мудрецов, что, не дай бог, будет читать будущую документацию. И в этом большинство логических авторитетов постановили, что если человек получает удовольствие, то можно. Это мы говорим о художественной литературе, новости, рассказы какие-то или какие-то там знания, которые, скажем так, человеку несут никакой немедленной пользы, практической пользы. Просто какое-то знание. Есть вещи, это второй уровень, есть третий уровень, еще более разрешенный, вещи, которые, по идее, разрешены, потому что многие галактические авторитеты разрешили вообще полностью. Из-за того, что есть рамбом, который запретил, то богобоязненный тоже это читать не будет в шаббат. Например, сюда входят всевозможные научные статьи, то есть, да, вещи, которые связаны с наукой. Сюда входят медицинские статьи и так далее. О коронавирусе не стоит читать в шаббат, всякие, то есть, несмотря на даже эти объясняющие. То есть, такие вещи. А есть вещи, которые в следующий уровень, которые разрешены полностью, с ними, нет никаких проблем, разделы в этих газетах, это читать можно. Если это, например, какие-то статьи, связанные со здоровьем человека, незапрещенные действия, то есть, да, со здоровьем, да, не знаю, как маску правильно одевать, как перчатки, как руки мыть правильно, все что угодно. Как кушать правильно, как пить правильно и так далее. Или, например, какие-то статьи, связанные с воспитанием детей. В этом даже заповедь есть какая-то. Или, естественно, это деврейтура, то есть, слова Тора. То есть, понятно, что если это вообще Тора, то есть, знаете, деврейтура, какие-то депендельные в голове, так вообще проблем никак нет. Вот. Это как бы градация. То есть, давайте подведем итог по поводу наших газет и какие разделы в них можно читать, что и почему. Итак, мы сказали, по букве закона можно читать в газетах всевозможные умные вещи. То есть, да, это по букве закона. Тот, кто получает удовольствие от прочтения новостей и всяких рассказов, публицистики, объяснения новостей, в принципе, если это не делает проблему, что человек из-за этого не учит Тору, то это можно читать, а тем более, то есть, если, в принципе, главное, чтобы не читать вещи, которые приводят к беспокойству, грусти и так далее. Также можно читать глобальные экономические статьи, которые не объясняют ничего на практике, то есть, практические пользы от них никакой для тебя. То есть, они глобально говорят об экономике, там, не знаю, объясняют, как работает система спроса и предложения. Не важно, да, дают тебе какое-то там разумение. Но, в принципе, не несут никакой практической пользы, чтобы ты это можешь сделать. Но запрещено читать те статьи, в которых есть практическое объяснение что-то делать. Это запрещено. Будь то, связано с бизнесом и с другими вещами. Как мы сказали, нельзя также читать всякую рекламу, которую собираешься в будущем купить. По-настоящему мы сказали, давайте, то есть, это, желательно в Шаббат учить Тору и читать вещи, которые связаны так или иначе с этикой, с развитием духовным человеком, с познанием иудаизма и так далее, и так далее, лучше всего, то есть, да, это намного лучше всего, а не какие-то другие вещи. Почему? По причине того, что открываешь газету и начинаешь, это можно, это нельзя, сюда, то есть, начинаешь попадать в проблемы. То есть, да, на эту страницу, то есть, есть реклама, ой, я хотел купить этот холодильник, ой, этот холодильник. Казалось бы, то есть, если мне холодильник бы не нужен был, то я бы это не читал, то есть, да, вроде было бы можно, потому что мне нравятся холодильники смотреть. С другой стороны, именно мне сейчас нужен холодильник, и вот я смотрю на этот холодильник, а он мне нужен, и все, я уже в проблеме, потому что я теперь смотрю рекламу, которая мне практическая. Постоянно ты попадаешь вот в эту вот ситуацию, это можно, это нельзя, и как бы проблема. И поэтому лучше не держать, в любом случае, в туалете, читая то, что можно, там, читая новости, политику и так далее. От этого толка мало, это вода в ступе, поэтому можно толкать воду в ступе и находясь в туалете. То есть, это связано с разным течением. Есть еще то, что мы займемся сейчас, это всякие списки. Знаете, люди создают списки, а потом в шаббат, можно ли читать эти списки в шаббат? Сейчас объясню. Например, человек составляет список приглашенных на трапезу, допустим, делают большие трапезы, шабатники, и есть список, и он проверяется списком, может это в шаббат делать, проверяется списком приглашенных. Или, например, человек приходит, есть, когда делают шабатоны, или в гостиницах, тебе кладут меню, ты чего не платишь, ты же дома заплатил, то есть, да? Тебе кладут меню, можно ли читать в меню? Или прочитывать меню, то есть, список блюд, для того, чтобы в шаббат, то есть, да, можно ли это все делать? Читать в списке блюд. Так, кто включил у себя? Нечаянно. Или кто-то хочет задать вопрос? Нет, просто нечаянно включил. Окей. Так, как я сказал, вопрос задавать можно, если есть. Желательно просто, когда нет вопроса, держать выключено. Так, я смотрю, я выключаю, мне включают. У вас есть вопрос? Нет, нет, он выключен у меня или нет? Ну, я выключаю, вы включаете. Выключите и все. Все, выключаю. Я выключил, вот. Окей, все, вернемся. Итак, мудрецы запретили, так выходит в Мариев, в Траганде, Шаббат, на 149 листе, мудрецы запретили читать списки приглашенных на трапезу в Шаббат. А также они запретили читать списки блюд, которые будут подавать на трапезу. Почему? Потому что есть снова опасность, что это похоже на чтение будничных документов. То есть, да, и еще к этому прибавляется, есть опасность, что человек будет или дописывать, или стирать. По привычке, то есть забудет и будет дописывать или стирать. И почему, потому что, например, то есть, почему он будет записывать стирать, что он не захочет ошибиться, что у него будет больше людей, чем еды, и таким образом он вытрит кого-то. То есть, да, вот этого убери и вытрит, то есть, как бы по привычке. И в этом есть опасность. И надо же ханрух на Аллаху постановить. Но, 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 если эта вещь, то есть, эти списки очень-очень сильно важны и нужны для Шаббатной трапезы, или для того, чтобы, не дай Бог, никого-то не обидеть и позаботиться, чтобы еды досталось всем, и чтобы зашли те, которые есть, и так далее, то можно использовать надписи, то есть, да, тем более сегодня, почему сегодня? Сегодня в Барухаше еды достаточно. Сегодня никто не покупает еду на Шаббатоне, в ресторанах и так далее, в гостиницах впритык, то есть, да, под завязочку, да, под человека. Шаббатоны всегда дают больше, чем заказано, то есть, больше, чем есть людей, всегда ставят больше для того, чтобы, не дай Бог, не попасть в ситуацию, что придут больше людей и им не хватит. Поэтому изначально ставят больше, поэтому можно быть, как говорится, близи, то есть, да, быть более спокойным, легко. То есть, не сходить с ума по причине того, что в конце концов, а, так есть больше людей, поэтому человек не будет черкать, то да, он спокойный, то есть, он просто может этим пришли, этим не пришли, не более того. С другой стороны, если человек, который ответственный за гостей, за трапезу и так далее, мы видим, что он сильно на нервах, нервозный, он очень беспокоится, очень педантично беспокоится, что будут проблемы, и он постоянно с этим списком, то там есть опасность, что человек по привычке что-нибудь черканет. По этой причине, как мы решаем эту проблему, мы представляем у кого-нибудь человека, и они в бумажку смотрят вдвоем. Сейчас объясню, на чем это строится. Когда они смотрят вдвоем, то если у кого-то появится идея черкнуть, то второй его остановит. А, ну да, шабах. Потому что у человека психология и сила привычки, то есть мудрецы нас сильно очень понимали, что такое сила привычки. Сила привычки у человека автоматическая. У него просто на автомате действие. То есть когда он слишком нервничает и так далее, и он хочет этого убрать, этого признать, он иногда делает свои слова, усиливает действие. И таким образом это действие у него обычное, нормальное, будничное, поэтому он усиливает идея, возьмет действие, возьмет ручку и черканет. Или оторвет кусок, чтобы этого выкинуть. Окей. Кстати, из этого выходит, по идее, про Габаев-Синагог. Тут тоже есть вопрос поднять. Габаев-Синагог. Они хотят вызвать в Тори людей. То есть, да, имеют ли они право пользоваться списком, по которому они будут вызывать людей в Тори в Шаббатах. Так вот, базируясь на ту мишную гмору, которую мы привели, то Габаев-Синагоги тоже нельзя читать со списка, который он приготовил. По причине, точно так же, как приглашенных на трапезу. Но, 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 казалось бы, ведь то, что приготовил список этот человек, этот Габаев, то есть Инагоги, это ради заповедей. И как бы казалось бы, то есть ради заповедей почему нет? Объясняю, даже ради заповедей мы не разрешаем почему. Мы помните, объясняли в самом начале, мы разрешаем ради заповедей, если это Диврей-Каббала. То есть, да, если это проблема с обликом Шаббата и характером Шаббата, как мы учим из пророка Ишайяу. Если же это запрет мудрецов, несмотря что уровень его ниже запрете, но он получается более строгий. То есть даже если, потому что если это запрет мудрецов, то тогда ради заповедей не работает. Ради заповедей работает только там, где хафаце хаасуриим, то есть твои дела запрещены, но дела небес не запрещены. Это пророки. А у мудрецов запрет. Поэтому для заповедей есть опасение, что человек нарушил запрет Торы, поэтому запретили мудрецы. Таким образом, у нас то опасение, что он будет писать, это запрет мудрецов, это не из-за того, что он делает будничное действие просто. По этой причине не поможет, что это даже ради заповеди, поэтому там тоже будет запрет. Но, 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 есть очень интересная вещь. Если иногда, знаете, проводят бармицвы, свадьбы и так далее, и тогда дают Габаю список, то есть хозяева радости, то есть за тех, которые заказали радость, дают список, кого поднять к Торы. Тогда Габаю можно читать этот список. Почему? Потому что он менять не имеет права. Поэтому нет никакого опасения, что он будет что-то писать. Так он не умеет право это менять, но так он не будет ничего писать. Он читает, все написано и все. И на чем это строится? Я сказал, вот. А также, если с ним есть, мы сказали еще Габай, если с ним есть второй человек рядом, то он тоже может читать, как мы это объяснили, на чем это строится, мы сказали. Это строится на то, что сказано у Рожба. У Рожба в его комментарии на трактат Гмары там. Он говорит, что нет опасения, когда двое читают один и тот же, то есть один и тот же список, потому что нет опасения, что они будут стирать, а поостановляют друг друга. Точно так же, как сказано в трактате Шаббат на 12 листе, что вообще есть такой запрет читать в Шаббат вечером при горящей свече, когда электричество нет, просто свеча горит. Нельзя читать. Почему? Потому что огонек может стать слабее, и человек наклонит свечу, чтобы горел лучше огонь. Но это у масляной свечи, у нее огонь прыгает, чтобы масло лучше пошло. И это опасение, тогда он нарушает запреттор, то есть мавир, зажигает огонь. Но сказано в Тамгмаре, если двое читают, два человека читают, то тогда это можно, потому что один остановит другого. То есть не будет проблем. И так он остановил Галаху при Макадиме, что вместе двое читают, можно. Более того, Аруха Шурхана написал, что Пашкона-Руху можно одному даже читать перед свечей, которая горит, если он поставит возле себя охранника, то есть человек, который будет следить, чтобы он не нарушил. То есть он будет следить, чтобы он не нарушил, чтобы он не потянулся к руке. Из-за этого выходит, что если Габай поставит возле себя кого-то рядом, который будет следить, чтобы он не нарушал, он может читать из списка этого, который у него есть. Но по-настоящему, в принципе, из него выходит из его слов, что если не поставил охранника, то нельзя. Хотя, есть, можно в этом не устражать. Почему? Потому что Габай читает где? В синагоге со списком. Где он это делает? На Биме. Правильно? То есть перед всем общиной, которая там. Вся община, которую он на него смотрит, которую он перед ним читает, это все равно, что два человека, а три, четыре, десять, двадцать. Поэтому, как бы, это с того, что мэры там стоят. Более того, человек, пред общиной будет себя вести прилично, следить, чтобы ничего не нарушить. Это как бы тоже у человека внутренне отстроено. Поэтому, когда человек делает это, берет, то есть, сверяется с записанным, сколько человек, то есть, кого вызывать, кто ли, Габай ничего не будет писать, потому что, да и ручек нету на Биме, там что, есть ручки, и он возьмет ручку, чтобы спадить автоматически написать. Там этого тоже нет. Поэтому, в принципе, можно облегчить, чтобы он не, что он может читать все два списка. Есть вопрос другой. Например, это важно в армии или в Ишувах, то есть, в местах, где есть охрана, где есть дежурство по охране. Вопрос, или в больницах, например, человеку, которого, то есть, он там идет на отдых, ему дают какой-то отдых, то есть, какие часы он отдыхает, какие часы он должен находиться в таком-то покое или так далее. В шабах. Висит список. Можно ли читать этот список, то есть, что с тобой происходит. Так вот, человеку, который не ответственный за этот список, то есть, да, кто, когда и почему, а в одиночку вычитать нельзя. Почему? Он может его нечаянно править. Другим, кто должен подчиняться этому списку, но у него нет права никакого править этот список, им читать его можно, все равно, у кого-то не имеют права. Поэтому они могут и читать, и выяснять. Нет в этом никакой проблемы. Тоф, мы закончим сейчас. Последнее, что мы подведем, это по поводу чтения личного письма. Письма. Сегодня их нет, но иногда приходят там открытки с днем рождения. Иногда письма сегодня не пишут, но бывает, что открытки еще присылают. Бывает. Вот, скажем так, в хорегимном мире, например, это еще более развито, чем это. У нас уже все по WhatsApp, все по mail. Так вот, можно ли читать шаббат письмо, письмо личное, не документ какой-то, что-то. И это зависит от спора мудрецов первых поколений. Рабейну там, Иран, говорят, что нет в этом, то есть, деврей шалом, то есть, да, вещи, то есть, письмо, приветствие, открытку, читать можно. И нет в этом запрета. Почему? Потому что, как бы, часть человеческих потребностей. И по этому нет проблемы. С другой стороны, Рабейну Йона Роша Рожба говорят, что запрещено. Почему? Снова может из-за этого читать запрещенную документацию в шаббат. Да? Опасения. Бет Юсеф пишет от имени Рабейну Йона Роша, что Рабейну Йона Роша, запрещающие, разрешат тоже прочитать письмо, если не знает, что там написано. Если не знает, что там написано. Почему? Потому что, а вдруг там что-то есть, что нужно ему для его пользы, сейчас шаббат, не запрещенное. И таким образом, нет опасения, что придет и спутает это с документацией, которая запрещена в шаббат. И это строится на чем? Помните, в самом начале урока мы сказали Орзаруа, Равья и так далее, что можно считать про себя, даже документы запрещенные. Он говорит, максимум мы положимся на Орзаруа и на Равья, что он про себя прочитает. Главное, чтобы он не читал вслух. Если он читает вслух, то он еще не знает запрещенное, вечно не запрещенное. Но когда он прочитает, то он это максимум в голове, то есть, взял мысленное, и тогда он ничего не нарушил. Но письмо, которое человек уже прочитал, человек, который уже прочитал и знает, что там написано, нельзя, так шаббат, перечитывать. Таким образом, кстати, что получается, запечатанное письмо, из-за его конверта непонятно, о чем письмо, иногда по конвертам понятно, что это, непонятно, что за письмо, он не является мукцией, ее можно переносить, это письмо, почему, потому что его можно открыть и прочитать, поэтому это не является мукцией. Но, теперь вопрос, а если оно склеено, как его открыть, можно или нельзя, это спор мудрецов. Мишнабурая Шмяш-Вудниглата устрожает и говорит, не открывать запечатанное письмо. С другой стороны, очень многие алхиевские авторитеты, Тазмагина Браха, очень много, говорят, нет запрета, можно запечатанное письмо раскрывать, когда он ищ написал, если ты его разрываешь, то есть, в принципе, конвертом ты больше не сможешь пользоваться, ты его рвешь от конверта, то это точно можно разрешить. Таким образом, в принципе, письмо, которое человек не знает, что там написано, он может его переносить. Он не знает, что там написано, и про конверты непонятно, что написано, что это может быть. Он может его переносить, потому что он может его прочитать. Если человеку хочется прочитать, и он не знает, что там написано, он может разорвать конверт в шаббат и глазами пройтись. Увидишь, что это что-то незапрещенное, так далее, прочитай это по ложке. Если увидит вдруг, что это какая-то документация, или что-то такое вещь, которая запрещена, Отложил струну и не нарушил, полагаясь на Рабья. Но если человек знает, что написано в этом письме, лежит письмо, он знает, что написано. Мы сказали, считать его нельзя, оно мукцы. Оно мукцы, его нельзя переносить. И тут интересная вещь. Если это письмо, если это письмо, в нем несет какую-то ценность, это как ценная бумага, это что-то такое ценность, то она будет мукцами хамад хисрон кис, то есть как ценные вещи. И тогда ее двигать вообще нельзя. То есть на мукце и все. Но если там ничего ценного, то письмо, письмо, то это клеща милахтоли и сур, то есть это предмет, которым запрещено пользоваться, и тогда его можно сдвигать, если нужно его место, или само оно для чего-то нужно. Поэтому лежит, мешает, можно перенести, и в этом проблемы нет. Топ, на этом мы сегодня закончим. В принципе, мы охватили все, что можно было с вопросами, что можно и что нельзя читать, и как и почему. С Божьей помощью, на следующем уроке мы продолжим тему облика шабата, характера шабата, и займемся играми, плакой за шабат и так далее. Топ, на этом я заканчиваю запись. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...